Hello everyone, guys! Продолжаем смотреть с вами Dota. У нас СНГ приехала, плотная причем. Это Немига против Team Unique и с вами все еще Crystal May вместе с Retail. Здарова, Даша. Здарова. Ну чего, как тут у нас пока складывается? Смотри, Пак, который тоже у нас высоким винрейтом блистал на мажоре. Ну, которого причем сказали, что понерфит. Ну, в смысле, кто там говорил? Крит, по-моему, да, говорил о том, что надо понерфить? Или Мизери. Мизери, да, по-моему, говорил о том, что надо понерфить Пака и Веспа. Это два самых сложных героя за этот патч. Причем, что самое интересное, у нас с тобой на Epic League третьего сезона Пак не блистал по винрейту и был достаточно слабеньким. На мажоре вроде как был неплох. В самом случае, очень много банов его прилетело. Да, там пиков-то мало было суммарно. Что-то там даже меньше десяти, насколько я помню, потому что он все время в банах сидел. Вот. Но здесь очень важно сказать то, что у Unique изменения в составе, и к ним приходит, на мой взгляд, очень серьезное усиление вместо Пикачу. Он будет выступать ФН. Причем Пикачу был заменен посредине Epic League, когда он катал за Unique в самом начале матча, в смысле в самом начале турнира. Потом его заменили, использовали других игроков. Я уже не помню, честно говоря, кого даже на замену брали. Но важно то, что к ним пришел ФН. И на мой взгляд, это очень-очень серьезное усиление состава, потому что ФН реально в форме. Судя по тому, что он показывал в команде Санейка, которые были лифт-вин, а впоследствии стали гамбитами. Ну, в гамбиты его не подписали. И, соответственно, ФН сейчас показывает себя в Unique, где все еще присутствует довольно серьезный набор людей. Да, что Гостик, что Бигнам, что Палантимос, довольно сильные хлопцы, которые, напомню, все еще будут сражаться в верхнем дивизионе DPC у нас в СНГ. И, конечно же, очень хочется посмотреть на то, как ФН добавит силы этому коллективу. Или, может быть, он вообще мне подойдет, и они довольно быстро с ним распрощаются. Уж не знаю. Да, это все остается только предполагать пока что. Все-таки впереди у нас целый DPC сезон, еще один. И там многие вещи должны будут устаканиться. Там, кстати, насчет роста Лока довольно интересные правила. То, что по сегодняшний день включительно все команды, которые, соответственно, участвуют в DPC-лигах, они должны кикнуть всех, кого хотели кикнуть. А до 12-го числа, то есть до начала лиги, они должны добрать всех, кого хотели добрать. Довольно интересная система роста Лока, потому что обычно как-то в один день полностью ты определял состав, а тут как-то частями происходило. Да. Так что интересный момент. С другой стороны... Все ливнули, кто мог ливнуть. Да, все ливнули, кто мог ливнуть, и теперь осталось набрать тех, кто может набрать. Там что-то еще в Твиттере, короче, какие-то мемасики по поводу Нуна. Гамбиты пишут. Судя по всему, он... Ну, судя по всему, Гамбиты все-таки подпишут себе Нунчика. Но это, возможно, просто какие-то SMM-ские приколы в Твиттере. Я не знаю, потому что... А не с каждым годом все сложнее и сложнее, эти SMM-ские приколы становятся. Да. Ну, хорошо, что мы с тобой внутри этой всей сферы живем, и нам хоть немного понятно, что происходит. Тем временем, кстати, Абадон над Юников дефолтный герой, который на мажоре всегда пикался именно против Леона. Очень хорошо он снимает эти станы, их иксы, и довольно эффективно себя показывал. В принципе, пока драфт Юников очень-очень уверенный, и я бы сказал, что они пока обыгрывают Немигу. Немига, напомню, коллектив, который не присутствует во втором дивизионе и в первом дивизионе, и нигде не присутствует. Он играет как раз-таки всякие квалификации. К сожалению, для них пока не показывает себя сильно. Ну, и из реально известных людей в Беларуси, среди белорусской локальной ДОТа, это Анкрат. Вот, он достаточно давно себя показывает с хороших сторон, но, к сожалению, с командами он никуда не выходит в те места, в которые мы могли бы за ним регулярно наблюдать. Да, Немига уже существует достаточно долго на про-сцене, и за это время успела сменить несколько десятков составов. Вот очередной из них сейчас его выступает. Посмотрим, как у них здесь сложится конкретно, потому что действительно на квалификациях они… Вот примерно как команда, как мы говорили насчет каскейдов, то, что они могут добираться до полуфиналов или даже до финалов, но выходить в закрытой квалификации у них, как правило, не получалось. За редкими исключениями у Немиги тоже были в этом моменте тоже такие какие-то более светлые времена, но, к сожалению, до ланов таких вот Тир-1 уровня, они так и не добирались. Ну, и что тут у нас? Это было интересно решение, на самом деле, против Марса-то пикать. Ну, то есть, Марсовое поле — это главная проблема, по которой рейнджевиков не берут против Марса, да, потому что она не дает тебе возможность сбить внутрь арены или из арены. Соответственно, таким образом ты можешь закрыть Террор Блейда, и он не будет носить демеджа, а это самое главное, что он делает в этой жизни. Сверху есть Сайленс от Пака, которому он тоже боится, он не может нормально свапаться. Ну, там, очевидно, манты потом появятся, но все равно. Ну, и против Вивера он в целом хороший герой, просто мы прекрасно понимаем, что у Вивера будет задача сначала убить всех его тиммейтов, а потом уже Террор Блейда. Ну, и сверху всего этого, если мы возьмем метовых героев на сейфлайн-позицию, то Феникс намного лучше работает с силовиками, типа того же самого, ну, или жирными персонажами, да, типа Трорля, например, да, там, или СВК. Вместе в паре с Террор Блейдом он не настолько хорошо скейлится, потому что у ТБ не так много ХП в дефолте, вот, и в лейтгейме тоже далеко не всегда это настолько хорошо работает. Ну, Феникс многогранный персонаж, не только все-таки выхили дело, во-первых, он здесь имеет дело с вражеским керри, который будет иметь именно процентаж по демиджу очень высокий, Абадон, как силач, имеет огромный прирост по ХПшке, и Марс это тоже касается, ему тоже придется не очень хорошо. О, господи, Абадон здесь у нас будет, подожди. Абадон саппорт здесь, Абадон саппорт, да, 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 он против Леона. Замедление атаки, в принципе, да, Феникс может поиграть большим количеством разных красок, ну и плюс, когда у Марса есть арена, и эта арена ставится, иной раз можно подсевить своих людей в арене, поставить где-то в стороне довольно слеговое яичко, которое будет задевать самого Марса, который будет пытаться там кого-то убивать. Так что, ну, в целом-то, чему нет. Андерлорд. На самом деле, у юников есть еще такая, такой вариант, как суапнуть пака с Миды на Харлейн, а Марса на саппорта 4 позицию поставить, таким образом у них будет рейнджевик-милишник на линии, и взять себе ласпиком Зевса, потому что Веника, Энигму забанили, Энигма шикарно тут заходила, на самом деле. Вот, но, ну, как шикарно, да, а ССС доказал, что не шикарно против Феникса, но это все было в рамках гранд-финала и мажора, и такое себе. Вот, а в целом, я думаю, что они реально могут прямо сейчас вот сделать ход конем и взять Зевса, и в таком случае у Турблайда игры вообще не будет здесь вообще никакой, в принципе. Из минусов, да, у Зевса нет мувспида нормального и так далее. О, поликонтрол, прикольная идея на позицию 3 от Немеги. Это типа будет полуснос, и у них хороший мидгейм, у них хороший лейтгейм. Но вот тимфайт у них, честно говоря, немного своеобразный. Да нет, Ликан с Аганимом, Пангольер с Молниями, мне кажется, это неплохо будет выглядеть. Опять же, Ликантроп в подобном пике на тройке, он такой как бы полуобслуживающий персонал для Турблайда, но полу такой пушер и полноценный курсам, так что здесь, я думаю, это тоже может неплохо с ним работать. Не раз это было на Эпик Лиге, по-моему, на мажоре тоже периодически приходилось видеть именно связку ТБ с Ликантропом, и вот этот Ликан, который бафал своего кариаганимом. Так что довольно сильно смотрится, и самое главное, что это заявка на такой довольно быстрый пуш, суммарно. Что ТБ, что Ликантроп, они очень быстро несут вышки. В синергии такой, я думаю, что если какой-то файт удачно подвернется, то можно остаться без пары вышек просто за раз. Так, давайте посмотрим с вами, что происходит у нас по поводу коэффициентов. На GGBET-ов, на... Так, почему-то у меня здесь... Прошу прощения. Не посмотрим мы с вами на коэффициенты, я так понимаю. Вот, напомним вам о том, что у нас по трансляции находится замечательный совершенно баннерочек, и бонусы вы также там можете золотать. Вот. Я даже сейчас найду, так, наверное, руками. Полагаю. Ты здесь, не здесь? Живой, не живой? Живой. Наблюдаю за этими последними секундами тикающими. Нет, не, здесь фиг Немиги как-то, если честно, все равно больше заходит. Очень интересный димфайт у Юник получается, но как тут у Немиги, мне кажется, эта связка должна будет очень круто показаться. Слушай, ну DS очень круто работает против TB, вообще против любого лизиониста. TB очень сложно играть такие моменты. Против контроп, честно говоря, такое себе. Да, ну, в общем, давай скажем так, у Немиги точно лайт суперкрутой, но доживут ли они до него, это реальный вопрос, потому что все равно Леканда там до Аганима будет добираться через Некрачи, Трэрблейду нужно выформить себе минимум Манту Скади, вот, и при этом всем ему все еще в этой игре очень хочется иметь БКБ, вот, а в целом, если он до этих слотов дойдет, то у него может быть хорошая игра, вот, но я считаю, что у Неков все равно намного более балансный, не гридовый, способный драфт к тому, чтобы закрыть игру очень быстро для Трэрблейда, напрячь его по всем линиям, напрячь карту, законтролить треугольник, не дать ему расфармиться, короче, сделать все возможное для того, чтобы все у них было хорошо. С другой стороны, вивер, мы знаем, да, он далек от того, чтобы быть идеальным керри сейчас, вроде как его пикали на мажоре, но винрейт у него был далек от совершенства. Ну, здесь для вивера есть хорошая поддержка в виде стенки, как вот Марс, который просто будет лицом танковать все, что будет происходить перед этим вивером, Дарксир, который может заняться примерно тем же самым, он тоже достаточно плотненький, Абаддон, который может на подсэвичах работать, Сёма, я думаю, в первую очередь будет уделять внимание тому, чтобы очищать от всего чего угодно именно вивера. И, ну, ситуация такая, что вивер вполне может позволить себе стоять сзади и бить, и не подставляться, и прекрасно дпсить, так что в этом плане конкретно к персонажу вопросов точно нет. Ну, а как у нас тут будет складываться игра совместно с паком и вот этим вот тимфайтом безумным, в котором довольно много контроля, но дэмэдж ещё надо будет набирать, то есть тут нужно, возможно, Марсу задуматься о каких-то артефактах на дэмэдж для себя, возможно, тут что-то, и пак будет собирать, знаешь, в стиле дезолятора вот этот вот физ, дпс билд, чтобы просто как-то в этот контроль, который они вместе могут настакать, просто в него бить. Ну, самое интересное, что у нас Ликандро будет не медовый, они решили его заслапать с Пангалером, банга будет мид от Энкрада. Вот и так, что пришли мемасики, у нас парни из Немиги похвалили Сёму за Слэйра и сказали, что он лучший, чем, типа, на плане Земля удача ему в этой катке, и Сёма сразу написал, что это, что нужно штрафовать. В ответ получил себе, короче, вопросительные знаки. Ну, в общем, всё как обычно. Хорошие мемы работают сразу после финала и има, который показал нам, как надо бы иметь оппонента с минимальным количеством знаков. Вместо тысячи слов. Ну что, давай смотреть, как у нас тут будут складываться линии. По бунтосам у нас всё получилось ровненько, без происшествий. Ну и, соответственно, уже Ликандро к себе наставил, я смотрю, в QuickBuy, действительно, Некрономиконы, с которыми он, как обычно, будет фармиться. Да, Ликанд, третья позиция, это, ну, дефолт. Да, да. По поводу, кстати, свапа Марса на четвёртую позицию я тоже угадал. Точнее, это не значит, что я угадал во время драфта, да, по поводу того, что они будут именно так делать. Хотя мне всё ещё казалось, что они могли бы взять себе Зевса. Но после пика контропа ты уже немножко менее уверенно себя чувствуешь в этом вопросе. Красиво, кстати, на боте у нас динария рейнджового крипочка. Дарсиру лишнего не отдали. Ну и у Террорблейда на этом лайне в целом должен быть адекватный фрифарм, если он не начнёт гулять и страдать фигнёй, и фидеть. При этом всём... Ты видел, что сейчас произошло? На боте я имею в виду. Короче, Гостик пытался... Ну, очень важно, будучи Дарксиром, забанить большой кемп либо собой, либо вардом, неважно как. И таким образом противник не сможет отводить линию крипов на... Шаун умер? Да. Мер. Ну, бывает. Бывает. Ну, Фениксу с Ликантропом стоять не очень приятно, особенно первые левлы, вы сами знаете, у Ликантропа очень маленький риген. Так что случилось? О том, что Дарксир, ну, в смысле Гостик, пытался правильно всё делал, пытался забанить кемп, чтобы не заспаунился большой кемп с троллями, который здесь появился. Леон дал ему подкоп ровно в эту секунду, и из-за того, что он подпрыгнул, кемп засчитал, что тут никого нету, и из-за этого крипы появились. Так что, оказывается, что... А он точно добежал до этого момента? Да-да, я тебе говорю, он прям посередине кемпа был. Ты сможешь посмотреть на этот момент через 4 минуты на трансляции. Ну, через 3. Вот. И я, может, конечно, не прав, просто сообщи мне потом об этом, потому что я от альтабаться не могу. Вот, я был бы рад. Да, я-то могу альтабнуться, знаешь, я прям остановлю и буду на 0.25 смотреть тогда, чтобы... Не на 0.25, они же спавнятся на минуте. Нет, я имею в виду на скорости 0.25, чтобы этот момент не смотреть. Короче, да, посмотри, может, я не прав и несу фигню, но если я прав, то получается, ладин просто нереально крут. Вот, и это, типа, next level play. Вот. Ну, ладно, это все мелочи жизни. В конце концов, крипов они зафармили, все у них будет в порядке. На топе, напомню, умирал Феникс, на миде у нас все в порядке. У Энкрада у него 14 тенцитов против 11 у ФНа. Интересно, почему у ФНа никнейм Суперстрейт? Ну, знаешь, тут ко многим никнеймам такие большие вопросы возникают, так что лучше уж дождаться, когда появится билет все-таки для этого турнира и наслаждаться официальными никнеймами. Суперстрейт. Не знаю, кому он доказывает просто это. Вот. Нам или людям в паблике. В то время, кстати, Hellscream мог получить сейчас и последнюю тычку и получил бы курс обувернесс, естественно, сайланс, и не смог бы никуда улететь. Ну что ж, пока у нас такая тихая игра начинается, каждый занимается своей фармёжкой, в принципе, все шесть коров, кто должен фармить, фармят, и я смотрю то, что немножечко на миде подостал пак, но не критично абсолютно. Чозун Ван сейчас чуть было не погиб, сделал ТП вот на Т1 вышку, но регену у него не ахти. Его Hellscream покормил собственной плаской. Ну и на этом, в принципе, проблемы снова заканчиваются. То есть пока все нуждаются в стартовых артефактах и никто... Да тут так пик-то особо не рассчитан на такие какие-то ранние фраги на перемещение, разве что какой-нибудь Леон может подтянуться под Воробруну. Он, кстати, это и делает. Да-да, и он, и еще и Марс с другой стороны подтягивается, сюда же еще сносится Hellscream. Господи, они все команды просто 3 на 3 пришли, как в треке группы Скриптонит. И дабл дэмэдж заспоунился на боте, Суперстрейт пытается, в смысле ФН пытается до нее добежать, получает под себя подкоп и рун себе забирает Энкрад. Ну что ж, получилось. И курьера подрезали у нас, видимо, что у Чуизунвана. А что у Чуизунвана? Это проблемы какие-то по ХП. Есть подозрение, что он умирает. Тут тычки просто сейчас влетятся, скоростью света нанят. Полный Тимос нет маны на то, чтобы шикучить. Поэтому он испугался и решил, что не стоит идти туда. Посмотри на эту Куру, как она передвигается медленного Абаддона. Боже, ей было так тяжело. Но все равно волчок бежит, кусь, есть. До последнего. До конца гейминг. Один волк убил другого волка. Так, момент истины. Через несколько секунд будет на трансляции. Да, я тоже смотрю как раз. Через 10 секунд. Сейчас узнаем, насколько я не выспался. Возможно, мне кажется, кажется, вещи, типа, I see dead people просто. Так, ну, Чуизунвана снова проблемы по ХП. Он делает тэп-аут домой, понимает, что мы здесь уже не рады, но волками будет продавать фармить. Слушай, ну, мне кажется, ты там был прав. Сейчас, сейчас, сейчас. 54-я, я смотрю. А, у меня уже прошел. Вот, вот. ДС, да. Да, да, конечно, он был прямо у крипов. Ну, ты же гений просто. Это гений. Гений современности, да. Я серьезно, это какая-то лютая жесть. Я даже не знал, что можно им по ЭЛам сделать так, чтобы крипы не засчитали, что ты там находишься, и таким образом задеблокать кемп. Это же супер круто. Ладно, все. Теперь мы его теперь знаем. Все друзья, все такие же, как я, на 4К ММА, сейчас будем пользоваться, значит, пиками Леонов. Так, ну что, давай тогда будем смотреть, чем у нас тут заканчивается послебунтосная ситуация с Нетворцами, и видим то, что на первом месте оказывается именно Террор Блейд, и Айнкрат делает фраг по Гостику, переместившись для Ганга на вражеский Хардлейн. Что ж, вот как раз две линии чувствуют себя очень хорошо. Дримкоил здесь намедлен на Феникса, просто убили его через Сауэс. И надо Тавра еще уничтожать вместе с Катапультой, и для этого Абадон пришел сюда с пассивочкой, говорит, здорово, пассивка, работай, фортификейшн сразу же в ответ, конечно же. Так, а что, как ДС там убили? Я просто смотрел за мидом, за тем, как Дримкоил реализовывался. Да, Айнкрат туда пришел просто, и через Афангольер это и убили. Так что, там все довольно прозаично оказалось. Ну ладно, он тут денег подзаработал, рунку реализовал, и теперь будет идти с... ему тут как раз Хеллскрим, которого только что убивали, прилетел за Абузил Боттл, поэтому Айнкрат теперь еще и с полным бутыльком может в следующий раз свою тоже где-нибудь прожать. Но, что у нас наблюдается по Некрачам? Ну, все очень грустно, на самом деле, Контропы выгнали с линии в салат. Пенетворс, он все еще держится примерно на той же самой позиции, что и Дарксир, но фармить на линии он больше не будет, до Некрача как минимум точно. Вот, ему благ застакали здесь, но в целом мы понимаем, он очень серьезно приседает. Ему нужен сильный хардлейнер, чтобы его саппортить. Здесь, к сожалению, такого не присутствует, а Вивер вместе с Абадоном лицо сносит очень быстро. Да, это факт. И тут он тысячу раз оказывался на грани смерти, и один раз все-таки его прислонули прям очень жестко, и иногда приходится стягивать с кому-то дополнительно, чтобы его подсейвить, и в итоге это закончилось тем, что в лесу надо хотя бы первых Некрача себе вынести, чтобы немного более гладко фарм пошел. И Айнкрат тем временем пытается подпушить немножечко вышку Пака. Есть притяжка дополнительная от Абадона снова, но Абадон в таких делах особо-то и ничем не поможет. Он скорее по пути собирает что-то другое сделать. Может где-то вард зачекать, может еще что-то. И побежал за эту Марс. У Марса нет арены, он четвертого уровня. Ну, в принципе, понятно, еще только восьмая минута. И Айнкрата зато зацепили через Дюмкойл, который Пак скастовал. Айнкрата большие проблемы могут быть. Если он его перетерпит нажмет ульту, это будет очень классно. Но пока что у нас Выжмакли пытался откатиться, почти погиб и погибает от копья Марса. Просто Марс так прицелился, долго такой высчитывал, высчитывал. Говорит, нет, все. Тут стопроцентный уже фраг, я его забираю. Спокойно кидает копье. Время попушит. Да, да. Он просто хотел, чтобы Пангальер еще немножко времени потерял, пока бежал оттуда. Но зато хотя бы у Чоузунвана ситуация получше. Он сейчас может попушить топчик, пока мидал забирают, потому что на миде он не поможет. И вот это главная проблема у драфта, то, о чем я говорил по поводу феников, что у них очень балансный и хороший драфт, способный делать множество маневров и хорошего тимфайта в самом начале и в мидгейме тоже. Вот. А у противника наоборот. Да, лайтгейм потенциал, где-то Раблэйд будет АФК, ничего не делать очень долгое время. Но зато сейчас он, по крайней мере, оказывается в плюсовой форме по фарму и не отстает его, не прессовали, эта линия выдалась у него замечательная. Сейчас тоже его никто и не искал, и не трогает, и ничего. Для полного счастья ему не хватает раздвижность команды походить, пофраговать по КД своего Марфозиса. Но пока он этим не занимается, возможно, хочется хотя бы один какой-то полуслот купить в стиле, там, не знаю, Яши или Дрэбен Лэнса. Ну, в принципе, и то, и другое сейчас собираются покупать и сразу этого, после этого сразу же будет покупать БКБ. Я думаю, что это уже как раз заявочка на то, что он будет хотеть драться. Ну да, он понимает то, что если он не форманет БКБ рана, то у него не будет возможности, в принципе, участвовать в драках с своей командой. Тем временем, что уже он сперва. Ну, арена, дремкоил, тут много чего мешается, конечно, да. Сайленс, то же самое, это Бадона, снимать от пака, снимать вот это все. Наверное, это имеет смысл, просто проблема вся в том, что если он пойдет через Дракон Лэнс плюс БКБ, у него будет реально все не очень хорошо по статам, и он не будет настолько эффективен в тимфайтах, с Кази. Так, у нас тем временем Феня умер на боте, Гостик делает свои грязные делишки, фармит, кстати, Мек у себя и своей команде. Гостик, ну, в принципе, по такому обычному пути Дарк Сиро идет. Дарк Сиро у нас появлялись тоже не так уж и часто, но Винрейт их оставлял желать в последнее время все-таки лучшего. И что теперь можно сказать по поводу Абадона, который сейчас он забрал руну просто. Он забрал руну и бежит. И это супер мемно, потому что он нереальное количество времени выигрывает сейчас. А, задинается. А, он может, кстати. А сколько там хп отдаст? А у него первый эмискоил. Мне кажется, он просто слишком много хп имел. У него 50 хп было, но просто вопрос в том, что там же еще он же магический, естественно, высчитывает резистансы. Так что я уверен, что Сема все понимал. Кроме этого, он все равно спасся. Выжил, повесил на себя щит, сделал тэп-аут. Кроме этого, влет здесь у нас от Марса у него есть арена. Получает Хекс. Можно здесь еще солнце поставить. Хеллскрим. Мне, в принципе, даже не надо его давать. Просто отдали фингер и покатались сверху. Ну, два аутимейта, на самом деле, сейчас выбатил позицию 4. Это неплохо. Вообще, тут какие-то гениальные перемещения начинаются. Это действительно интересно. То, что и Абадон сейчас по карте возил Пангольера. Ну, просто не пойми зачем. И Пангольер практически его убил, но не хватило всего лишь чуть-чуть. И вот то, что Марс сейчас вроде как и умер, но в итоге он достаточно много для своей команды выиграл. Но, тем не менее, надо все-таки какие-то драки навязывать. Нужно синергировать ультенейтами. Так, дремкоил на собаку. И он пытается убежать, конечно. Демоджа, правда, не хватает, потому что, опять же, первый все-таки койл у Абадона. Макси 4, очевидно, совершенно. И не хватит демоджа. О-о-о-о! Почти хватило. Да. Ну да, вот был бы второй койл, он бы его убил. Ну, очень круто, что успел нажать, соответственно, трансформацию или контрол. Еще до того, как ему дали дремкоил. Таким образом, он спасся. Получается, у нас пока нету шейпшифта, да и, в принципе, надо бы дофармить немного лекану до третьих некрономиконов, чтобы полноценно идти драться с этим, хотя бы какие-то, иметь возможности съедать вражеских, там, хотел сказать, вражеских саппортов, но, блин, один саппорт Абадон, другой Марс, кого-то там поешь. Делаю кусь по Абадону. На самом деле, очень плотные саппорты, это правда. Но у таких силовиков саппортов есть проблемы, конечно, с тем, что они могут перестать быть эффективными, если у них не будет нормального количества денег. Палантимоса сжигает маны, сжигает лицо. У него, на самом деле, не будет маны даже на таймлапсе, если что. Ну, как в Сики, там еще есть, конечно, но в любом случае забирают лекантропу, у того не был ультимейт, а Пангальер попытался покататься, у него не получилось за счет дремкоил, очень хорошо играет ФН в этом моменте. Но Анкрат дождался, когда закончат дремкоил, готов еще нападать, у Палантимоса все будет окей, он просто отошел, Пак тем временем получает из себя пассивку Пангальера, уходит, или он не успевает подкопать своего оппонента, таким образом, они отпускают Пака. Но все еще, будем честны, вот это вот, даже несмотря на эти микро-мувы, все равно 2000 перефарма для юников, это довольно мало, потому что им нужно сейчас начинать душить довольно плотно, им нужно забирать товара, до мидл товара они забрали, ботом товара они забрали, им нужно забирать контроль над картой, иначе они отпустят Терреблейда, и Терреблейд выйдет, и даст им по щам, мы все прекрасно знаем, как это работает. Ну, пока сейчас его никто не пытался спустить небес на землю, он продолжает фармить этот треугольник и занимается, весьма уже минут пять абсолютно безнаказанно, и БКБшка потихонечку начинает вариться, так что, я думаю, тут как раз-таки на таймере должны очень жестко сидеть ребята с силы тьмы, и этот момент контролировать. Ну, ладно, сейчас будем смотреть на то, как это будет выглядеть в исполнении команды силы тьмы. Пока я смотрю, кто здесь может от драка внизу завязаться, Айнград нападает. Ну что ж, Немига готова атаковать, вроде как. По крайней мере, Айнград все пытался раскрутиться, но побаивается отсутствие информации. Ой-ой-ой, подставился Абадон. Да, зря. Причем он не успел еще нажать ультимейт. Ну, это фишечка, не то чтобы фишечка, это такой момент, который очень активно обузился на протяжении мажора, чтобы рассчитать дэмэш на Леоне так, чтобы у тебя не сработало сама и ты нажать это не успел никак из-за контроля. И это второй стак фингера для Леона, что очень-очень полезно. Ой-ой-ой, ну ты зря пошел на эту рунку, что ж ты же делаешь-то ж. Ладно, не суть важна. Все равно к нему какой-то этот артефакт летел, какой. Ага, не блинк. Ну все, все в порядке. Закупился до конца, что называется. Так, ну и сразу у нас решили снова бежать. Надо убивать Ликантропа по-хорошему, но вообще еще лучше было бы зайти на самом деле в треугольник противника. Там у них есть вижен, они знают, что ТБ там подфармливается и просто как только есть ТБ, сразу нажимать смок и убивать ТБ, потому что ему нужно точно сейчас останавливать его фарм. В Чозен Ван выигрывает нереальное количество времени для своего керрия и у Ликантроп на самом деле игра идет хорошо. Хоть он и умер несколько раз, ну ладно, один раз на самом деле, но он очень много сплитит, он очень много берет на себя внимание. Да, у него просто линия трудная была, а с тех пор он как-то особо не подставлялся. Был тот момент, когда он у кого-то два вышки на топе, чуть было не погиб, когда он очень активно сплитил, но он там тоже спасся и хоть и на тоненького, но выжил, самое главное. Денег за себя не отдал и очень много внимания и сплав противника стянул. Ну и что, Шеликан вот видим, то что барабаны и после этого сразу же огоним Септер. А после этого, как обычно, наверное, последует Кираса, которую любят и Кираса собирать в таком сетапе, Кираса очень сильно бустанет демэдж, который Террор Блейд будет уносить. Самому дополнительному армору не нуждается. Напомнил нам, спасибо ему, что на Абадоне нет Деная же, из-за того, что его обузили на Ленингстаде, когда Натейл начал брать его на пятерку постоянно. А, да, точно. Деная с Налиней, из-за этого, типа, что Пуджу, что Абадону убрали на Деная. Да, да, всем с ним, всем. Вот. Так что единственный суицид, который присутствует, если что, осуждая у нас на карте, это Террор Блейд с Никтым Дарк Суицид. Вот. А все остальное уже убрано из доты. Возможно для того, чтобы, опять же, быть более миролюбивой игрой. Так. Ну и что, Террор? Тут у нас он, в принципе, остался в половине БКБшки. Тихонечку к ней приближается. У него будет уже второй уровень Сандера имеется к тому моменту. И что? Один вышка падает не за что? Или с разменом все-таки? Нет, все-таки с разменом планте мы с тем временем догрызли Т1 Тавер на топе. Но Челзен Ван собирается вести свой зоопарк дальше, чтобы бить еще и Т2 вышку. И учитывая то, что здесь есть еще и катапульта, довольно серьезно эта вышка продамажится. Ага, прожимается Глиф. Да, все. Теперь не крачам Габелла. Надо бы их отводить. Не получилось отвезти. Ну ладно, не так, естественно, смерть все должны были умирать. Так что это не страшно. Вот как-то, знаешь, какие-то есть рыхлые попытки постоянно завязать файт от Юник. И каждый раз они бегают, но не догоняют своего соперника. Каждый раз они опаздывают как будто бы на один шаг и ускальзывают ними у них просто из-под пальцев. Да, но с другой стороны, видишь, они полностью отжалят рэрблейды от его треугольника. На протяжении двух минут он все это время не фармит аншентов вообще. Хотя мог бы прийти к своей команде на боте, но он этого не сделал. Так что он стоит без фарма аншентов, он не фармит линии, убивает от его Леона. Так что в целом вот последние мувы две минуты от Гостика и его друзей очень-очень даже хорошо работают. Но только сейчас они ушли из треугольника, чтобы убить на боте Леона, чтобы наказать там вообще в принципе кого-нибудь. Наказали только пятерку. Ну и в принципе заметно то, что у Сил Светов весь фарм вливается в соло Терраблейда. То есть Челзен Ван фармит исключительно на линиях, а Энкрат как-то, знаешь, как придется фармит. И соответственно есть у них богатый герой первой позиции, все остальные достаточно бедные и существенно беднее, чем все коры команды Юник. Это определенно, да, утилитарный пангольер здесь будет чистый, да. То есть он дамаж не собирает, он сейчас собрал инициацию, у него и будет блинкдаггер. Откуда ему взять деньги в принципе непонятно, да, на карте, потому что убивать-то он никого не убивает. Драки его команда не производит, потому что у них Терраблейд хочет пока что фармить. И он такой, ну ладно, хорошо, Ликантроп сплитпушит, Терраблейд занимает лес, и ты вот на пангольере где-то там что-то пытаешься выфармить себе помаленьку. Только-только вот к нему прилетел блинкдаггер. Что для мидера, конечно, очень-очень мало. И это может стать проблемой, потому что мы знаем игры, да, в которых есть один сильный керри, получается так, что у тебя есть один сильный керри и плюс четыре недофармленных персонажа, и он не может просто в соло вытащить. И у нас такая игра была с Виспом на первой карте сегодняшнего дня. Это так. Ну что ж, пангольер с этим блинком. Посмотрим, что он сможет красивого сделать. Дэмош появится у него впоследствии. Четверка Марс. Оцени, насколько грустно. В вопросе распределения фарма сейчас действует Юник. Они не дали четверке Марса сейчас дофармить себе блинк. Хотя по-хорошему, ну, 19 минута, камон, ваша четверка бесполезна без блинка, да, это Марсианин. Он нуждается в этом артефакте сто процентов как Шейкин, например. Ну, ему тут уже тоже спейс на фарм не остается фактически из-за трех фармчиков. Вот надо было дать немножко. Ему просто надо было попросить сказать, чуваки, вот этот лайн сейчас вот буквально дайте мне минуту, там, две, я дофармлю. У него две сто сейчас. Дайте ему три крипа. Четыре крипа. Дайте ему не умереть хотя бы до появления крипа. Так, в лед хороший из блинка реализация танк-рада, солнце сверху поставлено и точно Марсианин умрет. И вот, ну, вот минус блинк еще некоторое время, да. Так, и видим то, что нападение есть от зоопарка. И Некрачи избивают теперь уже Абадона, но Абадон улетит и сбить телепорт. Ему нечем. А Дримкоил-то потрачено, надо Роша найти. У них метаморфоза еще есть. Да, но это жесть. На самом деле, то, что сейчас Пак откинул Дримкоил чисто на подсейв, это большая ошибка от Эфена. Да, им нечем ути. Стенка, стенка, связка, вакуум. Типа, так, надо Айнкрат. потом уже получилось. Айнкрат половину ХП потерял, там, и плоховаться я чувствовал террорно. Их сейчас Феникс их отхилит, и все будет вроде как хорошо, но получилось засейвить зато Рошана. Не дал Эфена Рошана забрать. Это круто. Ну и правильно. И сейчас, кстати, им самим надо нападать. Метаморфоза нету, яйца нету. Ультимейт Пангалера будет через 17 секунд, правда, но все остальное отсутствует. Без меты драться Терраблэда, очевидно, нельзя ни в коем случае. Поэтому сейчас, я думаю, Юникам надо форсить файт или форсить Рошана, чтобы противник зашел к ним. Дабл дэмэдж! Боже, какие лайкеры на палантимосах играют. Вот это жесть. Причем Пак сделал еще орб ин, то есть ФН такой, парни, парни, я сейчас отдам, типа, бутылку Виверу, пожалуйста, Вивер, возьмите себе в бутылку, дабл дэмэдж нажми, а дай мне обратно бутылку. Я пустой, мне нужна мана. Вот. Ну, Тимосу пофиг полностью, он просто забрал дабл дэмэдж без какой-либо бутылки. Действительно, хороший лак получился, потому что без дабл дэмэдж у них бы явно не хватило дэмэджа, чтобы по-быстрому забрать Рошана, а сейчас они это смогли делать без проблем совершенно, и никакого сопротивления, ну, даже теоретически встретить бы не смогли, просто не успели бы туда стянуться. Не уверен, что Анкрат и компания хотели бы это делать, просто что у Немиги не было метаморфоза на Травлайде, ну, и Солнце, с Солнцем еще можно было бы. Там, пооткидываться чем-нибудь, с баклами попрыгать, что в этом роде, то есть там как-то грязности. Ультимейт от Марса пришел, Леон вчера нас зафидел, но опять же, для пятерки 4 смерти на 21 минут вполне себе нормально. Так, и что теперь у нас? Пока ситуация такая, то что легкий перифарм присутствует у команды Юник, но мы помним про вот этого мощного Террор Блейда, который уже готов, в принципе, раскрываться у команды Немига. Он дофармился до своего БКБ, успел его нажать, но там без особых каких-то последствий. И после этого будет фармить себе Аганим, который в последнее время начали на ТБ очень сильно ценить. И с учетом вот арены Марса, такого закрытого пространства, в котором тебе приходится драться, Дрим Койла и прочего, это может быть крайне ценно, потому что весь этот контроль может уйти фактически в молоко. Там еще кайф, с какой скоростью Вивер будет улетать от себя, если он успевает нажать Щекуча, да, ну, или нажимает, и ты в этот момент даешь свой Террор, то Вивер находится полностью вне позиции для драки. Вот, и это может реально сработать. Ну, то же самое касается Пака, да, это герой, который пытается постоянно свалить. Это дополнительный контроль. Довольно нормальный артефакт, я не скажу, что самый оптимальный. Мне, честно говоря, Скади все равно больше нравится, чем Аганим и Сенжин Яшу я бы догрейдил. В смысле, Яшу я бы догрейдил до Сенжи с ней же и вообще было бы супер сочно, но неважно. Ну, это, по крайней мере, освобождает Чоузен Вана и Анкрада от необходимости собирать быстрые БКБшки, потому что их, ну, ДБ, сам умеет БКБ абсолютно спокойно подсейвит против вот всех этих ультимейтов, которые мы сейчас обсудили. И сейчас будет попытка от Палантимуса компании реализовать Аегис, возможно, причертили прямую линию вплоть до того места, где находятся команды Немига. И вот тут все, конечно, можно поставить. Мне кажется, он палится таким образом. Довольно серьезно. И палит свою команду. Да, но я имею в виду смысл, что он палит, что его тима бежит на... Ну да, все все поняли. Слишком рано Палантимус сделал тп. И все. Очень грустно сыграли сейчас парни из Unique, потому что они могли не только туда захантить несчастного Леона, пятая позиция. Сколько раз он уже умирает, это вообще неважно. По передвижениям пока, конечно, обыгрывает их Немига. То есть она тянет время, тянет время она хорошо, эффективно, доджит файты против Аигиса и ждет, когда ее Тераблэйд скажет все, я нафармился, готов драться. Так, ну что ж, теперь есть момент, где можно напасть на своем поле, по сути, в Немиге. Есть у Марс, у которого нету арены, у которого, в принципе-то и нету маны, но у него есть стики, поэтому откинуться чем-нибудь и он сможет. И есть попытка поцепить Челзунвана. Да, Дримкуэл на него в соло потрачен, Челзунвана заберут и все остальные при этом продолжают просто фармить. Так что он был здесь по сути отдан в жертву. Ну это вот то, как выглядит игра, конечно, Ликантроба против Пака. Реально сложновато порой бывает. Шип-шип сложно нажимается. Медалька тем временем появляется в Абадон и БКБ на Вивере. Соответственно, Шикучист уже не будет бояться так сильно Аганима на Терреблейде, потому что Фир не пробивается сквозь БКБ. Так что придется Терреблейду еще думать о том, как его грамотно реализовывать. Как же сейчас я смотрю, Немига душит эти боковые вышки Т2. Что на топе она очень сильно каленая, что на боте тоже. И потихонечку как раз-таки Ликантроб такими перебежками со своим зоопарком делает импакт. И рано или поздно эти вышки упадут или в принципе они просто не станут препятствием при попытке зайти на сторону. Их в секунду можно будет забрать. И Айнкрат как-то пересекся с Абадоном. Вообще, он тут довольно долго фармит и довольно нагло фармит. Надо ему как-то отсюда текать. Думаю, что блинкаут и тп-аут можно будет оформить, когда тп откатится. Пока он еще планирует плюс одну пачку видимо зафармить. Да, да. Так он видит противника. У них есть и вижен. И они полностью контролируют ситуацию. То есть даже если окей, даже если он подфидит, ничего страшного от этого не случится. Они тянут время у противника все еще Егис. Или закончился? Нет, еще не закончился. У них видимо таймер есть какой-то. Они выходят на рун и убивают Марса за секунду через эфир как раз-таки. И все. Изи. Изи катка. Изи лайф. Мета не потрачена. Соответственно, можно дальше эффективно фармить Дарк Суициду на своем треугольнике. Да. Он продолжает оформлять себе теперь уже скадин, на который он нацелился достаточно давно. В Quick Buy он давно себе эти артефакты выставил. Ну и продолжается такой же довольно дефолтный билд для Террор Блейда. После этого можно уже будет и Яшу грейдануть. И в целом-то его билд для статов будет фактически завершен. Ну а что там у Ликантропа? Как у него по аганиму и дела идут? Идут они у него крайне медленно. Очень медленно. Ну что поделать? Таков путь человека, который играет в жадном пике. Самурая, да. Потому что... Ну вообще он приостановился немножко в развитии по Нетворцу. Опять же, потому что они отдали Рошана, да, противник намного больше прешает постоянно. И у ТБ становится меньше фарма, соответственно, ты делишься с ним и так далее. Плантимос добивает вышку на боте. Аегис у него закончился. БКБ с Инжиньяша Майл у него готовы. Но в целом, на самом деле, вот сейчас я бы сказал, что у ТБ очень хороший шанс и хорошо подраться, да, типа, если позиционка будет адекватна, он может нести очень много дэмэджа. Важно, очень важно зафокусить Марсианина до того, как он поставит арену, потому что арена может расплететь драку полностью. Клинкаут делает у нас Панга, пытается ультануть. У него это не получается. Арена поставлена и жарит Хеллскрим. Господи, как же он жарит на своем Фениксе? Очень больно. И драка немножко разделяется. Полантимос пытается добить Айнкрада. У него это особо не получается. Он пытается здесь зафокусить Феникса. У Феникса все еще имеется ультимейт и, походу, они попробуют выбить как раз-таки ульту. Террор. И вот мы видим, как Полантимос быстро убегает под страхом. И, походу, Абадона доберут. Ну, ничего страшного. Опять же, Полантимос со спины подходит со своим дабл-дэмэджем убивает все-таки Пангольера. И надо как-то попытаться зафокусить еще и Чоузен Вана, потому что пробить Террор Блейда прямо сейчас не получится. Он делает тэп-аут под БКБ. Сколько там секунд? Ой, успел. Успел. Стаймил. Молодец. Ну, что ж, не получилось как-то слишком много иллюзий гостику наделать, потому что бывали моменты, когда эти иллюзии сделаны от Террор Блейда убивали всех и вся, но тут все равно получился очень хороший, по сути, файт для команды Юника. Они забрали троих и они выбили важные ультимейты и Супернову и там Палец какой-нибудь и Шейпшифт. То есть у них есть минутка как минимум в субботу времени для того, чтобы погулять, а то и две, учитывая то, что у Террор Блейда Металофоза также была потрачена. Да, да. На самом деле, по-хорошему, можно даже попробовать зафорсить какую-то еще драку. Мета нету. Аганим появился на Дарксире. Аганим на Дарксире довольно крут сейчас. И во-вторых, самое главное, да, что можно заметить, это то, что Палантимоса очень сильно проперл с этим дабл-дэмэджем. Если бы не ДД, то шансов на то, что Юники выиграют эту драку, было не так много. Ибо по ДПСу и по количеству контроля и по тому, как начиналась драка, все выглядело не в их пользу. Ну, не все, а довольно многие вещи. Марса того же самого стирнул за секунду, хотя он, конечно, хотя бы успел поставить свой тимит. Гостик забирает хостел в рону. Можно смакануться в целом, мета нету, надо навязывать драку. Да, пора это делать, потому что скоро может появиться Рошан, Челсен Ван, его сразу же пригвоздили, его попытаются убить доп того, как он нажмет шейф-шифт, который вот-вот откатится, он пытается сделать тэп-аут. Он успеет ли это сделать? Нет, не смог. Он сделает тэп-аут и вместе с ним убивает еще и Леона. Чистая работа. Ну и Рошан появится через 3 минуты. Максимальный таймер прокнул. Да, но он лайки, он лайки для парней из Юник, и тем временем Дейдаус собирается на Терраблэде. Я все еще не уверен в том, что именно такой типаж от Терраблэда нужен, да, то есть дэмэдж это замечательно, но выживаемость была бы еще лучше. С другой стороны посмотрим, может после Дейдауса он возьмет со Сатаник и будет чувствовать себя замечательно. Но он пытается пойти, вот знаешь, такой фулл ДПС физический, потому что я смотрю то, что Кирасу сейчас себе приоритет поставил над Аганимом Элеконтроп. Он как-то подбросил немножечко эту идею, то есть к появлению Кирасы будет Дейдаус и это будет очень много физического дэмэджа, ну а после этого уже будет работать на другие бафы и он будет работать на Ацкаде. Ну нет, даже не на Ацкаде, он тут дальше после этого Сатаник хочет собирать. Сатаник, хотя он стал в один момент после последнего патча гораздо менее популярен, в том числе и на таких героях, как Серар Бейт, с тех пор, как он перестал давать статус резистанс, но все равно. С Дейдаусом просто лучший артефакт по стаку. Ты потом просто идешь в рапиру, короче, и на этом заканчиваешь игру. Айград? Да. Покатился мимо всех, развернулся, ушел. Ну, они разведут обстановку около Рошана, пытаются выиграть эту войну вардов такую мини, и здесь у нас будет уже стояние по разные стороны хайграунда, для того, чтобы не пропустить этот момент, когда он появится. Вопрос другой. Я не очень даже понял, зачем форсить было изначально Ликантропу Аганим, здесь, раз он играет с Терраблэйдом. То есть он хорошо стакается с Манки Кингом, например, да, там, или с какими-нибудь другими толповыми милишниками. С Терраблэйдом я думаю, что он не настолько хорошо работает. Так, тем временем забрали руну. Так или иначе, на таких таймингах это уже не так актуально, поэтому, видимо, решили сменить порядок действий. И да, я одобряю эту ситуацию, потому что... Ага, вот сейчас даже, по-моему, Владмирс купил, он что-то себе везет, он потратил все деньги, у него там было две сточки, по-моему, Владмирс. Владмирс просто, видишь, это, опять же, покупка вокруг Дейдалуса крутится. Владмирс бафает тебе дэмэдж ручной. Сейчас, да? Потому что Дейдалус у тебя уже есть. Ищет вампиризм, урон, да, вот, урон на 18%, соответственно, тебе нужно бафать именно ТБ, и вот дэмэдж у него он очень-очень большой, хорошо скалируется от Владимира, соответственно, из-за того, что он пошел в эти артефакты. Так, хорошая арена по Лиончику здесь, еще Лиончик дает три, точнее, три стана, или Контроп, походу, зажарит за секунду, да? Никакой ауры мы от него не увидим. Или увидим, яйцо взрывается, он успевает жить. Бежит! Нормально, получилось пока что. Пытался Палантимус его догнать, не получилось это сделать. Палантимус вынужден нажать ультимативную, чтобы отступить. Будет погибать Саппорт Абадон, все, мы еще не пощадили. И помимо этого разрывает еще иллюзии, которые настакались. Вот Дарксиры, что там тем временем произошло? Вообще ничего не ясно. То есть стенка поставлена, но не реализована. Вокруг этой стенки пока что не воюют у нас юники, не пытаются хоть как-то заставить Терраблэд туда зайти снова. Но у ТБ нет метаморфозы, а Рошан стоит. Да, да, Рошан стоит. И при этом всем у ТБ она закончится через буквально секунд двадцать. Так что надо как-то что-то форсить снова, видимо, юникам. С другой стороны, у них ультимейтов тоже ноль из нуля. Им страшно. Ну что ж, получается еще будет две минуты простаивать это все. Есть ли там к чему стремиться сейчас Палансимусу? Он вроде только-только дособрал МКБ. Да, так оно и есть. Он может дальше грейдить Мьюльнир, например, пытаться из-за своего Муэлштрома. Может собирать какой-нибудь абсолютно новый артефакт в стиле Ох, я не знаю. Наверное, Скади есть смысл попробовать. Хотя, с другой стороны, хотелось бы тоже как-то повысить урон по Террор Блейду. Не знаю. Кирасо для него, наверное, сейчас жирновато смотрится. Ну, в общем, посмотрим, сейчас он будет что-то собирать. Какое решение он примет. Но укрепляться самому тоже хотелось бы. И потихонечку Палансимусу со своей командой грезет Рошана. Успеет ли как-то на это отреагировать? У Террора есть вейв, кстати. Сейчас он может его дать, попробовать. Вот в окончании Рошана, если БКБ не нажмется, у Палансимуса, то вот-вот сейчас вейв. Все, чтобы подсейвить своего тиммейта. Пангольер живой. Хорошо. Гостик дает ультимейт. Сверху еще арена. БКБ приходится нажимать Дарку. Он бежит дальше, его подхиливает. Хорошо, Хеллскрим. Проблема в том, что они мидера потеряли. И сейчас им просто нечем инициировать. Им придется просто бежать. И, как мы понимаем, если они будут просто бежать, то их всех перебивают. Потому что там вивер, потому что там пак. И да, убивают двоих. И теперь можно спокойно Рошана забирать. Очень крутая инициация от Гостика. И они очень неплохо закрыли вместе с паком Бангольера. Да, вообще Гостик очень хорошо реализует Дарксиро в этой игре. И видим, что для этого в принципе ему не особо-то и нужен какой-то ну, либо ультимейт от Марса, либо ультимейт от пака. То есть он может вполне в одиночку хорошо с вакуумом и стенкой поработать. Но и маленький кулдаун этих заклинаний, которые могут ему способствовать, это тоже хорошо. Вот здесь вот такие драки. Ну и вот на двух фрагах получилось сыграть. Забрать Рошана по-быстрому Сыроегис. Это достается команде Юник. И они могут донести сейчас уже даже эти внешние вышки. Вон вивер отправился. Две тысячи у него на руках. Пока еще не очень ясно, что он все-таки хочет собирать. Мы будем ждать. Ну вот мы видим то, что реально не хватает просто фронтлейнеров. Казалось бы, да, ты взял Пангольера, взял себе Ликантропа. Вроде два довольно плотных героя. Какой-то эскейп у них есть, какая-то выживаемость есть. Но этого реально не хватает ни секунды для того, чтобы у Терреблейда была хорошая позиционка. АТБ на самом деле нуждается только в одном, только в позиции. Все остальное вообще не волнует. Он самодостаточный герой. Но вот позиционка это проблема, потому что если на тебя бегут с тем взводом, то ты заканчиваешься довольно быстро. Сколько бы у тебя хп не было и так далее. А только с Сатаником ты еще можешь постоять, пожить. Потому что у тебя БКБ еще сверху есть. Но в целом это проблема. И ни Панга, ни Ликантроп удар не держат вообще. В данной ситуации с 13 тысячами перефарма. И до свидания, Панга. Ничего он здесь сделать не сможет. Бангольер все дальше и дальше отрывается вниз относительно вражеского мидера. И то же самое касается Ликантропа. То есть они друг от друга далеко не уехали. Оба не получили должного буста для себя в один момент по деньгам и теперь не могут реализовать себя на карте из-за этого. Кстати, даю 100-500 рублясов, что Сенжу в патче понервит в салат просто. Ну не в салат, как минимум, но точно понизит ей количество регенерации процентажное. Слушай, ну я с тобой забиваю, 100-500 рублясов, на дороге не варю. 100-500 рублясов. Так, ну и надо было онтосики забрать парням из-за некогда контролиться и спокойно заходить на ХГ, потому что ну у них все есть для того, чтобы закрыть эту карту в свою пользу. Нечего там больше собирать на полноте мось. 23-й левел. Ну 25-й можно было дофармить, чтобы быстрее наши кучи наноситься обратно, но это не настолько сильно напрягает. Да. Ну что ж, момент Икс, затащит Солос Реарбейт или не затащит. 5000 у него на руках, он пытается аккуратненько провести курьера, я так понимаю, во вражескую потайную лавку. Он вот, видишь, ползет, ползет. Смотрю за ним, смотрю за ним. Вообще, рэперос можно уже делать. Без сатаника, конечно, грустно с рэперосом бегать, но раз уж такая ситуация, которая... 1900 хп, да. Ну да, да, ну то есть 18 тысяч ты проигрываешь, тебе придется, возможно, прямо сейчас форсить... Вот он продает что-то, приносит, приносит что-то... Сатаник все-таки. Ну ладно, ну как хочешь. Ну сатаник, так сатаник. Что бы нет, вдруг получится. Как заяц на пака. Да, и они на самом деле все хорошо делают, убивают пака. Проблема в том, что они потеряли сторону. Потеряли сейчас БКБ, потеряли солнце, а их откайтили. И что дальше делать? Они что? сейчас отметочка будет. Так, закрыли, закрыли, Dark Suicide. Он имеет вроде как БКБшку нужен. А нет, нажал, нажал, нажал уже, и он не может продолжать драться так вот в арене просто. Ну что ж, перетерпел я, по крайней мере, его там не убили за счет сатаник, но сторона не засывлена, аегис на месте, то есть ничего не мешает через минуту развернуться и еще раз ударить в ником по еще по стороне. И тут же так же забрать мид. Так, а там проблема у Айнкрада, который почему-то оказался не на хайграунде, почему-то он здесь где-то в стороне. А он пошел за крипами, надо, знаешь ли, фармить аганим, не успеешь зафармить аганим, проиграешь игру. Что, что сделаешь? Ну, увидели, да, спалили. Да, там вижен стоит, да, он под виженом фармил. Да, это пятая его смерть на мидере. И один килл, да. Все очень плохо в его геймплее. Ну, я думаю, что как раз они сейчас подожду 20 секунд буквально до арены, 30 секунд до стенки, 30 секунд до дримкойла, то есть минимальные кулдауны, пока вот они здесь трутся около хайграунда, как раз это все откатится, пока они составят драку. Все равно у противника нет метаморфозы, не будет, и еще 80 секунд этого многовато. Палантимас готов фитонуться егисом, он сейчас пока что вроде как этим успешно занимается, но его сейвить всем чуть только можно, на него повесили Солар Прест, поэтому он впитывает даже спокойно этот урон, который ТБ пытается по нему наносить. И все, дальше подходить просто уже опасно на Дарк Суисайду, только иллюзиями спамить может со стороны. Зоопарк тоже, вообще Палантимас его не ощущает, а вот луч уже немножечко неприятно делает. Да, Скади, кстати, все-таки скупил на эти деньги, разработанные. И Т3-вышка просто падает ни за что, потому что драться нечем на команде Немига. Так, есть Люн Койл, нападение, попытка убить Дарк Суисайд сейчас. Он может отправиться в таверну, у него нету байбэка, хотя есть страх, и на этом страхе убегает Вивер далеко-далеко. Я убегаю на этом страхе. Ну да, на самом деле реально очень забавно выглядит, когда он на Шикучах сваливает и не может контролировать свою скорость. Так, погнали за третьей стороной, я думаю, или что? Или они все-таки хотят миддл пробить? Да, они хотят продолжать бить миддл, там стоит стенка, как вы знаете, стенка стоит супер долго, на план Тимосе еще и лотос, его невозможно сейчас убить, у него еще и сыр сверху, потому что у него тройная жизнь, панга, и не поможет здесь ничем пока что. Так, ТБшка, 2 секунды до мета, есть мета, надо воевать прямо сейчас и здесь, некогда ждать, надо попросить, чтобы все влетели, все влетело, именно вивера, все влетело вивера, но он живой и даже сыр не нажимает. Ну, у него есть сыр ульта есть, его даже вот так вот продамажить оберстом было бы довольно сложно, чуть-чуть кп осталось и он спокойно возвращается обратно фуловой. Левелер падает, отличный артефакт как раз для продолжения этого плана команды теперь они могут еще эффективнее по вышкам бить. Хотя они могут и дождаться Рошана спокойно, закупиться, дофармиться, вивера есть еще, чтобы пофармить, в принципе, по крайней мере, граидануть все-таки Мелл Штром. Остальным тоже нужно потратить деньги, заработанные. Дарксир планирует себе причем сразу рефрешер покупать после такой удачной ситуации. Ага, тут драка будет у нас около руна, дабл дэмэдж опять у Палантимуса, это уже третий дабл дэмэдж у него в руках, как же ему все время везет. И Дарксир суисайд, у него пока есть метрофоз, он неплохо пробивает противников, но убить пока что никого не получилось, зато Леон у самих не миг сгибает. И что дальше? Спасти, спасти яйцо, спасти яйцо нужно, сделать все возможное, чтобы оно взорвалось, все, спасли, хорошо, проблема в том, что все равно ультимейт потрачен ни на что, Абадон сгорает, но все еще пока что живет, Пак тем временем добивает вместе с Марсом Феникса, Пангальер падает, Ноттер Бэйт у него свои ноги домой, хорошо. Ну, видим, что Сатаник, правда, дает ему неуязвимость, проблема лишь в том, что потом заканчивается мета, и ты сидишь с голой, так сказать, на своей базе и ничего не можешь сделать вообще. Это довольно печальная ситуация. Проблема в том, что Абалантимус вечно с дабл дэмэджем. Это тоже, да, ему очень хорошо эту руну заезжает. Ну, опять же, очевидно, что дабл дэмэдж создан для того, чтобы ты заканчивал игры, да, потому что раз, что ты контролируешь руну, точнее, руны, то ты имеешь право на то, чтобы иметь хороший себе тимфайт, иметь превосходство в нем. Че, Узун Ван, тем временем, мне кажется, своим решением Владимир Соферинг, точнее, Владимир Соферинг купить довольно, ну, неэффективен в файтах. Может быть, Кираса была бы немного получше. Но он бы ее едва-едва бы дофармил только к этому моменту. Да, да, возможно. Но хотя бы была бы. Но мы не знаем, что-то произошло здесь. У Палантимоса 25-й, он взял себе Шикуччи. И влет на Ликантропа. Ликантроп умирает за секунду, у него нет шансов. То же самое касается Леона. Байбэк от Ликантропа. Обратно у него есть еще Шейпшифт, он может проражать ультимейт, попробовать хоть какой-то на себя фокус взять, чтобы в этот момент Терблэд хоть что-то нажал. Потому что, ну, УТБ, он просто стоит и смотрит на все это, нажимает Тервейв, все в страйхе разбегаются, но ненадолго. И готовы снова контраницировать. Есть ли Дримкоил? Нет, Дримкоилов. Нет, не Дримкоилов, нет, не Арены. Просто Махач лицо в лицо, рука в рука. Дарк Суисайд пытается пробить с Палантимоса, сам прожимает Сатаник. Сатаник откайтили. И сейчас без Сатаника он уже драться не сможет. Его просто начинает бить по спине, он пытается уйти хоть куда-нибудь. Но тем временем сносится ТВР, сносится Бараки. Айнкрат нового ХП, пытается откайтить оппонента. Но мы понимаем, что все это закончится только тем, что они потеряют ботом сторону. Супер просто ЧФН там просто влетает в Панга, добивает его, почти добивает Феню. Сейчас добьет еще и Мидл Бараки. Просто безумно богатый ФН, безумно богатый Палантимос. И на фоне этого один ТВ, который пытается отбиваться со своими беднейшими тиммейтами, корами. План лить деньги все в одного из одного своего персонажа любыми способами просто себя не оправдал. И на этом, видимо, каточку у нас-то и будет заканчиваться. Диджи. Ну, типа, в таких играх тебе хочется иметь соло-кора, которого ты бафаешь, когда у тебя есть Инвокер, который дает Алакрити, когда у тебя есть Бестмастер, который дает тебе тоже много чего. Что дает тебе Ликантроп? Ну, дает что-то, да, хорошо. Там дает еще Санрей что-то, но в целом этого недостаточно определенно для того, чтобы хорошо себя здесь показывать. Да, тут как-то слишком уж хорошо получилось у Юник расконтролить вот эту экономику своих персонажей, и на этом они сделали большую часть своей игры. Ну, вот так вот. Каточка такая непростая получилась для Юник, но все-таки победная. Да. А мы отправляемся с вами на паузу в ожидании второй карты.